Сегодня я пришел посмотреть, что сейчас в тенденции у молодежи. Я вижу, что подвижки хорошие, люди занимаются активным образом жизни. Это правильно, это здоровый образ жизни. Пускай тусуются правильно, это самое главное. Я считаю, что можно развлекаться и танцевать без всяких допингов, без всяких алкогольных и прочих историй. И я думаю, что молодежь нового поколения будет здоровой. Так ведь, девочки? Конечно. А вот было бы вообще прям здорово-здорово, если бы Гавр специально для НДРНБ нам что-нибудь такое списал. Но ты же яркий представитель молодежи. Опять вы юмора от меня хотите? Не дам я вам юмора. Пожалуйста, танцуй для нас. Это был легкий фристайл от Гавра. Вот это я очень хорошо умею делать. Смотрите мои танцы в Comedy Club, поэтому там я много двигаюсь. Я уже участвовал в подобных вещах. Я уже в «Танцы без правил» тоже у нас на канале, это наш же проект. Я попытался там участвовать, меня просто убрали оттуда, потому что я всех выиграл. Да. Меня нельзя пускать на такие танцевальные проекты, потому что я слишком хорошо танцую. Это трудно не заметить. Да, это вот все вот эти вот. Ты нам еще рэпы зачитаешь? Не буду читать вам рэп, потому что мы пермики-пермики, пермики первопричины. Родились на берегу Каморики, Справази, просторы слева, европейские столицы. На грани границы мы будем городом гордиться. Парадокс, кто мы? Азиаты или европейцы? Вот он победитель битвы за респект. Засчитал нам, фристайл, ну, прославил. В старину разработаны, переработаны, перевырбаны, переразработаны проектно-производственные предряды, собранные выбранным режимом, перераспределенным местами, столь удаленный гидровибромассажер. Устраивает? Да, это круто. Это все на ходу, все на ходу. Денису Таргашинову привет. Он первую часть этого рэпа написал. Ну, раз мы находимся все-таки на хип-хоп, хип-хоп-тусе, что, скажи, ты слушаешь, так или иначе? Что я слушаю? Да. Фолк. Придурат. Фолк-хип-хоп. Можно будет додолжить пару слов? Не, ну, я на самом деле слушаю музыку, которая так или иначе сделана профессионалами не только в плане музыки, а еще и в плане внутреннего содержания и музыки, и текстов, и так далее. То есть я ничего не имею против рэпа, я ничего не имею против хип-хопа, и мне многие вещи нравятся. То есть я очень с умилением отношусь к Snoop Dogg, потому что он самый настоящий такой фрик, что ли, который вот мне вот он нравится из всех рэперов, он мне больше всех. Мне понятно, что там нравятся какие-то вещи, есть брутальные рэперы, еще кто-то вот, а Snoop, он такой пофигист, он такой отличный парень, мне кажется. У меня есть друг один в один, похожий на Snoop. Ну, на самом деле, мы, так скажем, сейчас, в данную секунду, у меня в ушах звучит панк. Я, да, я слушаю. Можно его послушать? Вот послушай. Вот сейчас, да, это даже не панк, это старая Нина Симон, это старенькие вещи, то есть. Антонина Симон? Нина Симон великолепная. Нина Симон потрясающая, конечно. Но ближе, конечно, я все-таки, так скажем, отношусь к панкам, потому что я никогда не выкину из головы секс-пистол, студжис и гип-попа, это все у меня на подкорке сидит. Я в свое время когда-то занимался тем, что хотел избить всех рэперов. Такие откровения от Гавра просто, это сегодня эксклюзии. Слава богу, что сейчас как бы тенденция изменилась, вот все эти движения, хиппи, панки, рэперы, все это как-то, я повзрослел, наверное, и поэтому я ко всему творчеству отношусь хорошо. Русские мне рэперы нравятся, я мало того, что дружу со многими, мне у многих творчество нравится. Васька, например, Баста, он просто, я считаю, гениальный чувак, молодец. Васька Нагана. Васька Нагана в том числе. Ты давал ему послушивать свой фол? Послушивать? Послушивать, да. Послушивать. Ну какой фол? Я Пелагея, мне нравится Пелагея. Она, во-первых, мне друг, во-вторых, она действительно профессионал в музыке. Нет больше таких певиц в России. Вы часто с Баста и Пелагея слушаете? Да. Как это? Вот, я более того скажу, Пелагея, Баста и, например, System of a Down. Баста в дом. Или Сержа Санкяна, вот последний альбом. Вот такой у меня список. В общем, ну, мы очень хотели бы услышать. А все видят, что Гавр такого же роста, как мы. Да, ну да, девочки. Давай пожелания нашим прекрасным рэперам. Что ты им пожелаешь в следующем раунде битвы за респект? Ребят, относитесь к рэпу больше как к поэзии. Я понимаю, что есть сила подачи, есть музыка, есть бит, есть какая-то агрессия. Это все должно быть. Но внутри текст должен быть поэтически грамотным. Не нужно использовать всякие глупости вот этих современного языка. Я вас уверяю, что будет гораздо круче, если вы сможете создать действительно настоящее поэтическое произведение. Это будет интереснее слушать, а не просто дергаться под музыку, которая идет фоном в вашем тексте. В рэпе должен быть в первую очередь текст важен. Моя поза называется Гавр индо РНБ.